Приветствую пользователя прибором доктор Константин 2 Если вы смотрите это видео, значит в ваших руках прибор доктор Константин 2 Вы уже немножко прошли курс молодого бойца, скажем так Немножко научились уже диагностировать И уже даже составили рецепт С моей помощью или своей, ничего страшного Все мы учимся жить, все мы учимся, скажем так В этой жизни быть полезным и себе, и для других людей Итак, мы видим прибор доктора Константин 2 в моих руках И здесь среднее гнездо отвечает за электронные лапки Эти электронные лапки, мы их называем лапки Почему? Потому что они как лапки Вот такого вот качества они Вот эти проводки, эти проводки между собой разъединяются Вы можете сделать больше, не бойтесь разорвать их Но помните, эти проводки очень уязвимые Они могут рваться, выходить быстро из строя Потому что если вы в один прекрасный день включили прибор И он не работает, прибор работает, а сигнал не идет на эти лапки То дело, суть прежде всего вот в этих вот проводках Они китайское производство и не очень качественные В этом вашей вины нет Замените проводки этих, вы можете их купить в интернете Для прибора Шубаши И можете воздействовать на эти лапки Итак, мы видим, что лапки идут с этим защитным, скажем так, вот этот пластик Этот пластик защитный мы в данном случае снимаем И ставим на точку, допустим, GI-4 Давайте возьмем точку TR5 я возьму себе Так как у меня слабенькая диагностика была на точке TR5 Вот, лапки клеятся Здесь резина клеящаяся И я ставлю на точку TR5 Отмеряю своих два цуня Вы своих два цуня отметите Отмерите Итак, выбор режима в данном приборе Пожалуйста, будьте внимательны Ничего страшного здесь нету Единственное, нужно быть очень внимательным Итак, включаем прибор И у нас выбор Буковка R Выбор режимов Режим первый Режим я подтвердил И у нас появилась, мигнула единичка То есть это единица сила воздействия Вот я сейчас под своими лапками Ничего не чувствую Никаких колебаний, ничего И тогда я плюсиком, вот плюсик Добавляю силу воздействия Тоже ничего Но вы не пытайтесь быстро нажать силу воздействия Я нажму троечку Вот, уже троечка я чувствую под левой лапкой Какое-то колебание Движение Помните, силу вы должны выбирать сами Для себя Она не должна быть агрессивной Она не должна быть такая Чтоб аж руки тряслись Это неправильно Ну давайте я нажму еще четверочку Четверочку нажал О, уже сильнее пошло воздействие Это мы показали Как работает первый режим выбора Теперь давайте посмотрим Как работает второй режим Я выключаю прибор Все, прибор перестал работать Мы включаем Опять прибор Выбор режима И теперь выбор режима смотрим Неправильно Включаем прибор еще раз Режим первый Вот Режим третий Режим второй Режим первый Минусом мы выбираем Режим первый Третий Второй И первый Вот мне нужен режим номер 3 Я подтверждаю Здесь Есть Т Это 10 минут Таймер 10 минут Таймер 10 минут У меня 10 минут Таймер 20 минут И таймер 30 минут Я выбираю третий режим 30 минут Нажимаю Ок И опять пошла Сила воздействия Единичка Вот я уже на единичку Чувствую Как придут удары Точно самое Вы выбираете И так И второй режим И третий Их всего лишь Три режима воздействия На акупунктурную точку Первый Второй И третий Чаще всего Вы в своей практике Будете применять Первый И третий Второй Это противоболевой Если нужно снять боль Но он резко Расслабляет человека Потому Я Иногда Даю этот режим Не всегда И так Я думаю Вы разберетесь Если у вас Не получится В первый раз Не бойтесь Не переживайте Не переживайте Попробуйте Еще раз Включить прибор Еще раз Выбрать режимы Режим первый Режим третий Режим второй Потом подтвердить Этот режим И выбирать Силу воздействия Плюсиком Чтобы вам было Гармонично Вот так вот Работать Да Вот так работает Выключаем прибор Отлажим его в сторону И самый важный Аспект Нужно знать Что когда вы Снимаете Вот эти вот Лапки Которые я вам сейчас Показал Вы должны Смочить водичкой Либо промыть Водичкой А потом Только Налаживать Защитную Пленочку Только аж потом Почему Если вы этого Делать не будете Они у вас Быстро выйдут Из строя Они сохнутся И мало вам Прослужат Эти лапки Эти лапки Рассчитаны На 200 Тире 500 Прикладываний Смотря Как вы Будете К ним Относиться К данному Прибору К данной Методике Так они Вам и Прослушат Помните Их нужно Держать Лучше Не в сухом Месте А Таком В сыром Закрытом Пространстве Чтобы они Не высохли Вот так Просто Работать С данным Прибором Вот так Просто Работать Итак С диагностикой Мы познакомились С воздействием На Выбор режим Мы с вами Познакомились Вот И сейчас Мы познакомимся В следующем Видео Как работать С инфракрасным Звучением Спасибо за внимание Продолжение следует